ну что друзья мы находимся с вами внутри бифруа я сейчас очень быстренько поснимаю все что здесь есть поскольку там люди на подходе вот такие красивые ворота и что еще я поснимаю вот такую табличку ну что друзья мы с вами находимся внутри бифруа такие здесь слончики и не только слончики очень красивый потолок кстати ух ты мне нравится но к сожалению мне сегодня придется идти с гидом и я не могу поснимать все что захочу наверное потому что мне придется останавливаться смотрите какой мини вариант бифруа еще вот такой вот вариант знаете это очень похоже на конструктор который у меня был когда я училась в школе и я обожала играть с конструктором вот с куклами мне было неинтересно конструктор это была моя любимая игрушка причем я ненавидела инструкции я всегда делала то что мне приходило в голову но такую башню мне конечно не пришло в голову сделать это круто в общем друзья мы сейчас находимся здесь в этой части на лифте мы сюда поднялись и потом мы будем подниматься вот сюда наверх вот сюда на лифте окей я побежала чтобы ничего не пропустить здесь такой пол подъем немножечко вверх идет слава богу я вижу лифт видите здесь находится арка которая соединяет бифру с основным зданием в котором мы сейчас находились и сейчас мы поднимаемся переходим точнее в саму башню в бифру такой старый-старый друзья вы посмотрите в общем мы тут подумали посовещались и решили ехать на лифте вот так что вы посмотрите как круто а я не хотел вас идти в премис Какая дистанция? 75 или 80? Нет, но после, когда мы здесь. Друзья, вы посмотрите, вокзал, видите, вокзал, ой, что ж я вам самое главное это не снимаю, опять Елена никак не разберется со своими слонами, ну, здесь, конечно, страшно стоять, здесь ветер, а это парк, море, паромы, друзья, все. Не видно вообще, я хочу, конечно, еще пройти дальше, но мне страшно, потому что ветер и парк Дракона около Бифрау внизу, так, куда-то все ушли, меня за мной, друзья, это бесподобно, это очень красиво, конечно, это очень здорово, я не знаю, у меня сегодня, конечно, день полностью. Есть впечатление, светка, я даже не знаю, что смотреть, а очки влетят, а это что у нас? А вот там я как раз была только что, снимала кружева, ой, боже мой, ну, друзья, я не знаю. А хорошо на лифте ехать, мы, получается, первые приехали, и можно поснимать все, пока люди поднимаются, видите, так что это было мудрое решение. Лениться полезно, вот я поленилась идти по лестнице, только выиграла от этого. Боже мой, это вообще... Ай, тихо, платок у меня улетает. Ну, это очень, конечно, впечатляет. А вот здесь что происходит? О, боже. Ну, смотри, я просто очень могу отсюда идти. Как же это красиво. Нужно, конечно, двигаться, давать снимать другим людям, но это очень красиво. Это очень-очень впечатляет меня. Я даже забыла про свой страх высоты. Я просто стою и вот... Ой, боже мой. Как же здесь красиво. А там вдалеке виден собор, в котором венчался Шарль де Голли, маяк, видите? Да. Ну, и, конечно... Я пойду дальше, пройду. Потому что я хочу еще фотки сделать. Что ж, я только на видео снимаю. О, боже мой, все видно вообще. Но, что я хочу сказать. Я не хотела бы жить на такой высоте. Я уже очень сильно отвыкла от высоты. Я вот не понимаю, как люди живут на каком-нибудь там, не знаю, этаже выше... Выше седьмого. Я вот не могу. Для меня это очень высоко, страшно и некомфортно. Если бы я жила на высоком этаже, я бы вообще боялась подходить к окну. Ну, вот это вообще... Я не знаю, что снимать. Снимать вид вот такой вот шикарный. Или снимать вот это вот. Так, я, по-моему, пошла по второму кругу, да, друзья? Да, я здесь уже была. А, нет, я еще не была здесь. Я была напротив вокзала, да, точно. Да, вот собор. Видите, собор. И люди начинают подниматься. И я хочу еще раз обойти здесь все по кругу и поснимать. Сделать фото уже. Боже. Так. Ла-Манш. Ой, друзья, там находится Ла-Манш. Что-то я вам криво снимаю. Туннель. Сейчас послушаю, что гид рассказывает. В общем, в той стороне находится туннель. Вот вокзал. Видите? Ну, вниз лучше не смотреть. Страшно смотреть вниз. Вот лучше вдаль смотреть. Да, здесь до Англии, конечно, рукой подать. Да, друзья. Я вообще не хотела сюда идти. Представляете, я сейчас уже ехала бы домой. Я такая что-то сегодня упрямая, упрямица. Я подумала, зачем мне сюда ехать? А что мне тут смотреть вообще? Сейчас вообще невозможно отсюда идти. Ой, смотрите, друзья, там корона наверху. Ну, вот слон, которого Елена не заметила. Видите? С ума сойти вообще. Я повторяю уже одно и то же. А что тут еще скажешь? Вот, друзья, видите? Около каждого рыцаря есть такая корона. Рыцарские пятки вам поснимаю. Смотрите, друзья, я хочу сверху снять вот это вот основное здание. Видите? Это как раз где находится маленький такой парк. Парк дракона. И, ой, страшно смотреть вниз. Вниз не смотреть, вниз не смотреть. Вот, вот здесь находится переход из основного здания в башню. Все, я больше вниз смотреть не могу. У меня кружится голова очень сильно. Я буду только смотреть вдаль. Представляете, стоимость какая у башни. Я быстренько сейчас поснимаю, и народ уже ушел. Ну, я дождусь ту группу, которая пошла пешком, и пойду с ними. А это из чего, видите, состоит башня? Это мрамор. Ой, они так быстро спускаются, что мне придется сейчас улепетывать отсюда. Ой, боже мой, какие окошечки. Какие вообще классные. Друзья, сюрпризы не заканчиваются. Мы сейчас едем смотреть кабинет мэра города Кали. Кстати, мэром города Кали является женщина. И именно она сделала так, чтобы дракон вернулся в город Кали. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я сегодня утром это, по-моему, не заметила. Вот такая вот подушечка с орденами. Ну что, друзья, пока погода солнечная, я хочу поснимать бифруа снаружи. Вот туда мы с вами забирались. Очень, конечно, впечатляет. Конечно, я понимаю, что есть здания более высокие, но смотрите, как высоко находятся короны от рыцарей. А там наверху кажется, что они прямо близко-близко. И мы с вами проходили по этой арке. Сейчас я тут пройду. Да, такая вот арка, видите? И она соединяет бифруа и само здание. И здесь вход. Ну, с другой стороны, я не буду обходить, потому что там то же самое. Бифруа всегда очень сложно снимать. Я каждый раз, когда сюда приезжаю, очень плохая погода. И рыцари такие стоят суровые и не блестят даже. А вот сегодня день очень хороший, солнечный. Прямо золото-золото. Ну и витражи мы с вами видели. Ну что, друзья, здорово. Давайте пойдем в парк дракона. Тут у нас лапка дракона имеется. Ух, страшно. Ой, пещера дракона, да? Я высоты боюсь. Забралась на башню. Я боюсь, как это называется, тесноты. Я клаустрофоб и залезла в пещеру. Что дальше? Кого я там еще боюсь и чего? Ой, там люди идут и с одной стороны, и с другой. А это похоже на что? На тыкву? Кабачки, да? Ой, смотрите. Вот что нас дракончики выращивают. Да, здесь можно пройти по дорожкам. Главное не наступить на эти листики. Ой, я чуть не упала. И юбка растет. Здесь, видите, очень много юбки. А это, по-моему, кала-каланхое. Здесь такие камни. Идешь и проваливаешься. Нет, я пойду в другую сторону, наверное. Америка. Добро пожаловать в Америку. Добро пожаловать в Америку. Ну что же. Пожалуем. Трогать нельзя. Ой. Какой здесь зверь. Волк на луну воет. Вот так вот. Камни прямо переворачиваются. Там такая тележка. Никогда не думала, что так сложно ходить по камням. Сложно. Но сегодня нам очень повезло, конечно, с погодой. Наконец-то в куревике. И одуванчик. Гордо решил так вылезти. Мне вот это нравится. Тачка. И снова пещерка. И вот этот кабачок мне понравился. Ух. Страшно. Это что вообще? Не могу понять. Тыкать надо. Это знаете что? Ну. Бумага, конечно. Ну, что-то похоже. А, наверное, ткань чем-то пропитанная. Ой. В общем, дракончику нравится здесь. Дракончик одобряет. Дракончик одобряет. Ой, смотрите. Это Астра. Нет, это не Астра. Это Гербера же. Почему Астра? Не узнала Гербера. Ой. Вот это мне нужно точно. Домой нужно срочно. Ой, смотрите, как их много. Урожайный год называется. Интересно. Они потом это будут готовить. А, они, наверное, знаете, что сделают? На Хэллоуин, наверное, нарежут всяких монстриков. Это что за растение такое? Так, а это что, смородина? Нет, это не смородина. Это, по-моему, и не пойму даже, на что похоже. На мальву? Нет, не похоже на мальву. В общем, какие-то американские растения. Ну, мне нравится, конечно, здесь. Так приятно гулять. Это что? Хотела сказать хмель. Но это же точно не хмель. Смотрите, это баклажан. Или это вот это баклажан. Не знаю, это потап. В общем, как вы помнили, ботаник из меня не очень. Но зато я чуть не сломала вот эту штуку только что. Я решила о ней опереться. Оказывается, операции нельзя. Она чисто декоративная. В общем, эта конструкция чуть не навернулась благодаря мне. Меня нельзя пускать в общественные места. Один раз я уронила Наполеона. Точнее, не Наполеона. Бабочек снимаю. Не Наполеона, а солдата какого-то наполеоновского. Он стоял при входе в императорский дворец. И я хотела селфи сделать. И облокотилась. А он оказался слабым. Слабым мужчиной из папье-маше. И навернулся. Пришлось мне его поднимать. Он растерял все свои ордена. Уронил шляпу. Вот такая я бываю опасная. Ну и, конечно, еще не могу я пройти мимо этой скульптуры. Кто-то уже знает ее. Это Роден, между прочим. Ну, я попробую, конечно, с другой стороны обойти. Кстати, вот слон, которого я не заметила. Причем настоящий слон. Ой, мужчина там стоит около скульптуры и фотографируется. Надеюсь, что он мне не попал на камеру, потому что солнце светит. И я уже не вижу, что снимаю. Окей. Ну, вот, видите, друзья. Очень неудобно подниматься здесь. И спускаться задним ходом тоже. Ну, ладно. Я это сделала. Вот так, друзья. Все поснимала. И буду собираться обратно. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.